всем привет мои хорошие сегодня будем готовить с вами лепешки в духовке рецепт простой легкий очень очень вкусный вместо хлеба самое то тоже самое похожее что-то на хлеб но меньше с ним возьми вот так вот для этого нам с вами потребуется мука дрожжи кунжут пол стакана воды пол стакана кефира растительное масло соль сахар можно использовать как сухие дрожжи так и живые дрожжи здесь у меня немножко осталось живых дрожжей сухие мы использовать не будем буду использовать живые дрожжи так ну что приступим к замесу теста берем пол стакана воды и отправляем сюда пол стакана кефира решил сделать с кефиром будет намного такое более будут вкуснее чем просто на пресной воде можно делать просто на воде кефир любой жирности у меня густой 3 2 процента пол стакана кефира теперь сюда отправляем либо одну чайную ложку сухих дрожжей там можно полную неполную либо вот такой вот небольшой кусочек такой вот живых дрожжи живых у меня просто осталось уже надо до использовать а то иначе они и в холодильнике попадут я не люблю замораживать дрожжи так все отправили дрожжи начинают плесневеть наши дрожжи если долго долго остается в холодильнике теперь отправляю такую хорошенькую щепотку сахара еще можно одну и отправляю соль тоже одну большую такую щепотку я все делаю на глаз поэтому показываю вот такую большую щепотку соли можно еще немножко не бойтесь пересолить щепотками вы ничего не пересолите так берем ложку и хорошенько все это перемешаем чтобы наши дрожжи разошлись сюда отправляем растительное масло одну две три столовые ложки перемешиваем и теперь будем отправлять с вами муку просеивать ничего не нужно а то начнутся сейчас просеивайте и так далее и тому подобное я ничего не просеиваю тесто получается мягкое воздушное буду отправлять столовыми ложками чтобы рассчитать потом сколько тесто возьмет две ну я с горкой ложу на этот момент положить 12 столовых ложек и замешаю тесто может идти больше может идти меньше но мне кажется будет нормально потому что когда работаешь с тестом уже видишь когда все когда еще нужно и начинаем замешивать тесто ручками оно должно быть мягкое слегка липнущее к рукам но не такое как на пельмени что хорошенько нужно будет выносить вот видите муки прямо хорошо получилась достаточно хорошенько будем вымешивать минутки 5 смотрите она не пристает к рукам уже вот такое тесто получилось вот она слегка только пристает но уже не пристает объяснила розалька вот такое получилось тесто теперь можно немножко растительного масла на ручку немножко совсем чуть-чуть на ручки на посуду в которой будет у нас тесто находиться чтобы ничего не прилипало вот мне нравится вот эти вот пластмассовые тазички очень хорошо потом вымывать тесто очень удобно ими пользоваться так смазали растительным маслом и тесто в миску ручки и вот так вот сейчас делаем собираем все вовнутрь все лигу вот так вот делаем такой шар все внутрь сложили выложили тесто слегка припуш и вот таким образом все теперь накрываем и оставляем до поднятия оно уже живое такое звучит пузырики внутри закрываем мешочком для любой крышкой и оставляем до поднятия ну что мои дорогие прошло полтора часа наше тесто очень красиво поднялось посмотрите какая шапочка красивое живое хорошее тесто хотя дома не так тепло я бы сказала так слегка его приминаем выпускаем воздух вот так вот берем наш противень смазываем наш противень растительным маслом немного растительного масла противень у меня уже застарился разравниваем я буду делать одну лепешку такую большую поднимется будет хороший такой так смазали растительным маслом теперь растительного масла на ручке и большие муки добавлять уже не буду тесто уже до такой степени живое просто-напросто берем тесто и распределяем по противню и знаете как делаем чтобы края были немного потолще а вот эту серединку делаем потоньше вот таким образом раз про распределяем тесто делаем такую лепешку хочу сделать немножко рисунка вот так вот хочу как в лепешках такие красивые рисунки когда выпекался красивые получился картофеля мелко идея возникла за долю секунды как ее сделать вот такие цветочки надавливаем вот такие цветочки получается я возьму немножко немножко кефира совсем чуть-чуть здесь на стакан у нас положим совсем чуть-чуть одну столовую ложку даже меньше берем кефир и намазываем слегка нашу лепешку это для того чтобы он чуть не отсыпался теперь берем кунжут я вам уже говорил у меня вот такой вот кунжутик на ручке не обжаренный ничего совсем и посыпаем не жалеем дома чего не жалеем кунжут должен как бы прикрепиться на кефирчик с кунжутом ваще булочки все вкусненькие получаются так так посыпаем все возьму немножко смотрите какая у нас красота с вами получается мягкое мягкое тесто кунжут вот такая красота у нас с вами получилось видите какая красивая красивая лепешка но она еще не печеная сейчас мы с вами отправляем нашу лепешку в духовку до готовности минут 40 но по внешнему виду будет видно градус духовки выбирайте сами я ставлю 180 градусов у меня вообще духовка советских времен поэтому печет она хорошо но поглядывать снизу нужно чтобы у нас ничего не подгорело ну что мои дорогие прошло 35 минут мне кажется этого уже достаточно он так хорошо подрумянился теперь берем холодную воду и слегка смачиваем его чтобы корочка была у нас мягкая а не жесткая такая но если вы любите жесткую корочку можете не смачивать ну как бы у меня муж не очень любит когда железо жесткий такой хлебушек поэтому слегка мы его с вами смажем холодненькой водой и потом разрежем чуть попозже когда он остынет до конца сейчас я накрою его полотенчиком и дам ему постоять ну что мои дорогие он слегка остыл давайте разломаем ой какой он мягкий но он горячий еще он еще горячий но очень мягкий вау какой он классный я же говорю я с добавлением кефира дело впервые он абсолютно не сырой посмотрите какой какая структура вау вообще сейчас я попробую на вкус это очень вкусно корочка мягкая не могу хочется кушать и худшую корочка мягкая структура такая вы знаете мне нравится то что он не такой хрустящий муж будет доволен вообще на все сто процентов посмотрите какая структура он такой вкусный в общем очень вкусный всем советую приготовить вот такой красивый получился вкусный вкусный в то же время домашний и ну с покупным вообще не сравнится это очень вкусно корочка такая мягонькая такая классная если вы любите хрустящую не опрыскивать водичкой а вот когда мы намазывали с вами кефиром давить кунжут у нас не осыпается посмотрите кунжут у нас прямо на тесте очень вкусно всем советую приготовить спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал оставляйте свои комментарии и увидимся в следующем видео всем спасибо что вы со мной что вы меня смотрите а тем кто еще не подписался скорее скорее подписывайтесь впереди еще много много нового много интересного много огорода много всего и вот такой вкуснейший хлебушек вкуснейшая лепешка у нас получилось всем приятного аппетита это очень вкусно